друзья приветствую вас на сегодняшней рыбалке снова приехали братуха и сегодня нас как-то все это быстренько началось пока он растаял лагерь я уже с корабликом нашел точки благо знаю что искать на этом водоеме я был несколько раз первые были классные рыбалки помните когда завозил вот в этот завод и за одно утро у меня там я сидел на четыре или три дня с нулем а потом за утро поймал сразу там несколько рыб одна обидно меня прям под подсаком сошла но потом 10 плюс мы взяли и вот весной чуть правее место где сейчас мы находимся я поймал здесь самого крупного своего карпа 14 700 мы приехали сюда снова чтобы попытать удачу весна май погода стоит вообще сумасшедший на протяжении нескольких дней и вы намерены побить свой big fish надеюсь нам повезет коротко сразу давайте пройдемся по точкам в принципе здесь все очень просто и вот наглядно сейчас на карте здесь даже есть готовы мне теперь ну и дополнительно я тут исколесил уже за несколько лет все предельно понятно то есть если посмотреть на дальний берег у нас здесь но кстати сейчас рыбачков появилась на этом водоеме потому что сами карпятники и я в том числе тут ребята запускали карпа и хоть у нас сегодня будет розыгрыше мангал но тема будет конкурса что для вас вообще дикарь вот был дикарь да когда-то давным-давно платник как и все дикари да потом забросили там или там хозяева куда-то делись дальше его никто не трогает начинает рыбу крупную ловить трофейную называют его дикарем потом когда рыба закончилась запускают малька и потом это сразу все называют платники так вот давайте мы в комментариях разберемся что для каждого дикарь размер как кого-то важен либо на него не какая рыба не должна запускаться тогда откуда в принципе она там должна появиться в общем после мы конкурсе об этом расскажем и на дальнем берегу есть перспективная . у нас получается сразу вот идет свал на 4 и 1 4 4 1 метра под берегом два с лишним внизу русло она не широкая и вот начинается у нас подъем с четырех двух на 33 здесь вот как раз мы видим на верхней бровке рыбку не знаю какую но главное что она есть и тут интересный момент у нас есть бровка да обычно всегда ну не всегда большинстве случаев рыба ловил с нижней бровки но сейчас так как весна рыба может подниматься и на верхней поэтому мы сделали дальний свал нижней бровка ближнего свала и все будет три точки 4 какой-нибудь экспериментальную выберем и на этом собственно остановимся сегодня у нас ловля такая ленивая с корабликом четыре точки я сохранил будем отправлять закармливать и наверное сделаем может быть еще такой небольшой эксперимент так как у нас весна в этом году вообще необычное тепло жарко хотя май середина одну может сделан вообще на смеси зерновых одну тяжелыми ими бойлами рыбными и третью специями какая сработает посмотрим хотя я понимаю что вот эта точка это никак вообще неравнозначно если здесь и будет рыба мне кажется да и важно что там ну так что было интересней проведем эксперимент на этой рыбалке собираем снасти насколько я помню здесь но плотная особенно на бровку все такой плотный ракушняк хотел поставить инлайн и но взял с собой только сумку с готовыми монтажами в итоге будет безопасная клипса с мягким конусом но с другой стороны подумал тоже такие злые бровки здесь однажды когда именно в этом месте мы сидели днем у нас сумасшедший такой паровоз я восстанавливал не знаю секунд 30 просто фрикцион пищал и потом в итоге поплыл и он обровку меня обрезался шук лидер думала на сапожник без сапог как говорится него он даже и мановский взять это как мы с серёгой приехали на турнир маркерица а маркерных оснасток готовых нет магазине лежат сотни а у самих нет и 2 лови же быстрее так что это поэтому ладно будем на клипсе ловить думаю тоже будет актуально сейчас самая интеллектуальная часть это прикормочка ребята готовим сейчас от адая вкуснятинки для наших карпуш так начнем с зернового микса конопелька всему голова весной действительно стараемся побольше добавлять тем более вареная на увеличивает пищеварение карпов если вы допустим чуть-чуть перекормили толка на пелька позволит короче как этот как мизинчик дальше стартовый микс тоже классическая добавка из нескольких видов зерновых куруска пшеничка почему он и называется у нас стартовый то что здесь достаточно много компонентов именно мелкого зерна и он можно использовать на флейте не даже на фидерной рыбалки недавно использовали с этой точке караси отменно клевали но и самая любимая добавочка всех карповых рыбу лик тигровый орех дробленый плюс тигровый орех потому что вот это конечно все что что у нас есть возможно поедет плотва мелкая сорная рыба но наведет движухи в точке это нам нужно возможно карпик позже потянется а для него вот такой вот лакомство орешек крупный и последний компонент это крушеный орех мы его всегда в прикормке используем спорт даже профиль на рыбалке кормлю орехом тигровым то как правило крушеный всегда добавляю это сверху такая вообще мелко фракционная субстанция она очень сильно пылит привлекая карпов а вот ниже видите уже разношерстная фракция из дробленого покрупнее чуть помельче в общем винегрет у нас такой вот из зерновых получился ничего сложного надеюсь будет эффективно как раз таки когда я поймал своего самого крупного карпа на этом подоеме 14 700 я помню прикормку у меня был тигровый орех бойло тигровый орех прикормки и мелкое зерно и сюда с одним товарищем спорили в комментариях на дикарях надо кормить только двадцатками целыми смотрите что получается между прочим это все на 4 метровой глубине будет достаточно таким большим ковром ложится и сверху поставим туда прям ронерик с кукурузкой вливать каким-то желтеньким был так ну и вторая часть нашей прикормки это бойл это в стороночку прихватила с собой для начального эксперимента какие ядерно специи добавочки остались с закромов ну и сегодня у нас продолжится эксперимент на этот раз я взял специи ст и был который тоже со специями но здесь меньше концентрат но есть присутствует рыбная мука это fs серия сложно заметить отличия только два названия ну те кто смотрел серегин видос с его производства ты наверно в курсе о чем я говорю собственно что я хочу здесь интересного придумать будем на стартовый закорм использовать режиманку ведерочку мне конечно не режиманку в общем сейчас мы перекушаем половинку буквально больше не будем для чего чтобы получить пылящую мелкую фракцию которую мы зальем бустерами так у нас уже пошел такой ярко выраженный аромат специй не знаю понравится ли он здешний корпус просто сумасшедший и все это дело потому что я встречал на своей практике и сильный отклик и сильный провал по-разному рыба воспринимает яркие вот эти вот запахи бывает что наоборот даже приходилось вымачивать бойлы здесь я этот эксперимент еще не проводил посмотрим хоть и погода хорошая теплая сейчас у нас как говорил середина мая но вода на этом водоеме еще не сильно прогрелась холод на поверхности показывал ну все непонятно тепло там 16 градусов то есть на дне там я думаю еще как минимум на два-три градуса по холоднее в общем сюда сейчас мы еще добавим водички хотя это просто тупо привлекательная часть нашего микса а вторая рассказал серия пачка и оставшиеся половинка не пугайтесь только мы на стартовый закорм закидывать не будем то что у нас есть кораблик ему порционов точки постоянно будем все это дело добавлять даже можно и на сами было этот ликвид у нас нами на основе села поэтому так вот проводить так проводить эксперимент одна у нас . останется без всяких экспериментов серия м.п. тяжелый рыбный бойлы большим содержанием рыбной муки экспериментальный спец посмотрим на золотом берегу у меня был провал хотя возможно все дело было в секторе ну я всегда вам рассказываю правду как есть поэтому что здесь у нас получится узнаем чуть позже пока это дело настаивается мы займемся дальнейшем процесс подготовки три проводочка готовы стал сейчас крайний решили поставить один вообще на флюрике соло зерно полетит у нас вот вот так вот будет стоять над кормовым столом у папчик ну в экспериментальную точку на трофея идет blowback 24 плюс пятнашечка на фоне этого бойла пятнашка рачки кажется какой маленькой матрешкой ну и сейчас один еще я делаю желтый комбинашечка 20 плюс 15 балансик это у нас специи сейчас свяжем на двоечки серия к 2 наша достаточно толстый крючок ну потому что номер два кстати кому интересно хайбуса к 1 четверка по размеру ну понятно хайбусы всегда нумерация была немножко правильно занижена или завышена в общем мне шестерка это как корды там у фокса восьмерочки мы старались размеры приблизить самым таким распространенным популярным чтобы было удобно выбирать то что как говорят на четверку хайбусы я сразу подразумеваю что это по факту реально когда двойка здесь мы приехали за крупной рыбой поэтому используем крупные крючки серёга где моя поводочница с трофейными крючками отдал на тест он мне вчера написал что он не использовал потому что вы ловили в коряках нужны были толстые крючки вот так а я сиди вижу и и и и и а нам остается только следить моего по-дружески называем бобер похож на мордочку бобра когда возвращается данная задача была на четвертую точку выгрузить левый правый бункер отцепить на соску и вернуться домой он пока к нам плывет настраиваем удилища убираем слабину рыбалка для ленивых но на дикаре реально эффективно потому что по факту то что делаю с лодки он сейчас сделал за считанные минуты без всяких проблем и как мы артур чекам экспериментировали в ростове погрешность полметра вот лодыр уже едет домой смотрите вот на бобра антену надо убрать снова заставили ребус этот решать нашего делать как собрать чем ребяточки мы закормились теперь пора и себя подкормить я начале видоса говорил что у нас сегодня будет конкурс разыгрывать будем вот такой вот замечательный мангальчик парень с краснодарского конца лепит вот такие вот классные мангалы стройки весят просто на и случае каких-то проблем на дикаре мне кажется и можно будет без проблем отбиваться но у нем костер уже жгли вот видите чем говорил когда первый раз вам показывал после первой эксплуатации особенно если вот пожарили как обычно шашлычок посиделочки потом там по рюмочке и он стоит до утра все полностью стал ржавый лодька вот мне предыдущий а он свой покрасил мой он обещал покрасить с обычного баллончика огнеупорной краской реально будет смотреться по практичней ему собственно точно такой же абсолютно новый сегодня разыграем в чехольчике вот таком вот практичном помещается без проблем перчаточки подарок положу так вроде все у нас собралось он будет с моим логотипов воин текал а так вообще он может сделать абсолютно любые надписи уже он мне говорил огромное спасибо володя ну потому что реально человек сделал надежную вещь подписчики заказывали там карпика сбоку можно вообще любую тематику абсолютно сделать классная конструкция что для этого нужно чтобы выиграть данный мангал все как обычно на моем канале просто и прозрачно быть подписчиком поставить лайк поделиться видео с друзьями и написать тему точнее сообщение на тему что для вас дикарь вот пойдемте советские времена это был платник затем его забросили спустили вычистили какой-то карп остался 10 лет здесь не было практически никого кроме как поплавочников и потом потихонечку карпятники точнее от подводников узнали карпятники что здесь есть огромные карпы начали ловить и реально у нас это получалось я вам рассказывал 14 700 а затем мы с карпом сообществом этого нашего скажем так домашнего района запустили сюда карту сделали вот такую надпись для людей которые сюда приезжают которые ловят на обычные снасти они не пускают рыбу но вот видите водоем на стадии зарыбление ловля троллигом запрещена ловля рыбы допускается только разрешенными орудиями лова штраф 50 тысяч рублей и правда честно запитать знает от кого этот может быть штраф потому что по факту это обычный водоем нечаянный вот мы запустили сюда рыбу амурчиков запускали если найду в истории нашей группе я обязательно вставлю как мы сюда запускали карпят им очень много амурчиков этот водоем теперь стал платником раз мы сюда запустили или как он не дикар точнее стал вот давайте мы это с вами в комментариях рассудим а мы пойдем жарить курочку и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok живет заживет дружок пошли пускай никакой слизки вообще у него морда 1 жизни да ладно не благодарен сразу заметно что новое ощущение и это подтверждается тем что я эту рыбу никогда не ловил потому что щуку там цепляем на бойло часто а здесь прям ну какой-то вообще непонятное сопротивление действительно оказался такой приятный сюрприз ждем как поклевочку мы получили с рыбной точки кстати другим способом завезем эту снос . . у нас что в этот раз принесла на две рыбы там был ни один уже ничего наши прикормки не осталось так много сыпать не будем пару горстей что у нас по ночи ночью очень ранним утром на у нас это четырех пяти утра была не засечка двадцать четвертый был пи бип пи бип на плетенку все четко это прослеживается не знаю может быть размер чека карпа не хватило такую оснастку заглотить то ли там неудачно засекся хотя там оснастка в глубок не знаю в общем сейчас перезавезёмся сегодня и погода у нас уже получше прохладненько ветерок поднялся душка скинута это у нас . номер два у нас уже держишь лишь о эволюции казалось бы стрекоза безобидная не отпускает ли вы не могли бы заниматься этим делом где-нибудь в другом месте она уже все он уже мертвый что до этого его снимал не тушь мертвым он уже пустой заводь тоже по нулям что ребят наша увлекательная рыбалочка неожиданно о подходит концу хорошо кстати лежала после обеда попробовали специально эту маленькую заводь поставить две палочки безрезультатно сильно похолодало и решили мы собираться домой потому что нужно готовиться главным соревнованиям 2 года даже ронни рик у папчика и тот не хочет брать выводы какие можно сделать то ли мы ловим не там то ли рыба уже действительно в этом платном дикаре стало мало хотя обидно что сегодня точнее вчера утром мы узнали что по степени мали карпа наверно крайний раз поняли скушали я даже не буду останавливаться на этой теме тут каждого права выбора факт есть факт что 8 10 килограмм карп который было здесь достаточно часть конечно они подросли стали хитрый очень сложно поймать а часть конечно же уже на сковородочке ну а мы отлично отдохнули провели душевно время поэтому довольны будем собираться